Привет всем, друзья! Сегодня посмотрим с вами на интересный, необычный, а что главное, рекордный бой, который сыграл Станлок. Станлок, знаете такого игрока, наверное, один из самых известных скилловиков на данный момент. Тот, кто держит там под 5-6 тысяч среднего, там, короче, космические цифры. Собственно, этот Станлок, этот самый, создал себе твинк, на котором будет играть на топ-результат. То есть, он и так там топ-1 по всяким ВН-8, но он еще решил создать твинк, играть, не знаю, насколько, на 8 тысяч ВН-8, наверное. В общем, на твинке он, как мне написал, планирует играть только соло, планирует играть на результат соло, что-то типа моего твинка. Ну, понятно, что мой не будет дотягивать, но это неважно. Вот, что-то типа моего твинка, будет играть на результат, но начал он его не соло-игры, а с игры во взводе и не в простом взводе. А, так сказать, взвод охрана. Для тех, кто не понимает, что это такое. Он берет. Вообще, охрану, наверное, Станлок и сделал такой популярный. И я обязательно хочу также покатать однажды, как раз, может быть, со Станлоком во взводе. Собственно, что такое охрана? Во взвод берутся два каких-то тяжеловеса. Да, если играем на десятках, то это, допустим, маусы Тай-5 или два мауса, или какой-нибудь маусы ИС-7, или просто там во взводе один охранник ИС-7. Что этот охранник делает? В начальной части боя, как правило, вот как сейчас, они ничего не делают. То есть стоят, не подставляются, не наносят урон вообще. То есть главная задача их сделать так, чтобы третий игрок во взводе настрелял как можно больше. Собственно, такой бой мы с вами сейчас и видим. Во взвод он взял Тигра 2 и Льва. Они обладают большим количеством ХП. Можно было бы, конечно, взять каких-нибудь ВК-101 или, ну что еще, например, ВК-101, что подходит? Охо какой-нибудь. Но это все медленновато, да, там много ХП-шек, но медленновато. И вот сейчас, обратите внимание, Тигр 1 сначала проехал, чекнул, не стоит ли здесь кто-то, да, чтобы наш герой, не получая урона, не получая урона, проезжал, занимал какие-то позиции. Лев все это время стоял во дворе, ну, взводные пытаются там ставить на каточки, пытаются танковать, пытаются, чтобы стреляли именно по ним. А наш герой настреливает урон. Шкода Т56 и так один из самых сильных танков. На ней и в соло делают там под 4 тысячи среднего урона, 3,5-4. Но во взводе станок, я не знаю, сколько он точно сделал, но что-то около 4,5 тысяч, что-то около 4,5 тысяч получилось среднего на танке 8 уровня. Ну, конечно, с охраной еще тоже надо уметь играть. Я не думаю, что вот, допустим, у меня с охраной будет такой результат. Скорее всего, он будет хороший, да, лучше, чем соло, но все равно надо еще уметь, надо чувствовать границы. Вот, 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 сейчас не надо подставляться. Подставляться, союзный лев, братик все втанкует, и мы спокойно добиваем, наносим урон. Уже имеется 3 тысячи урона, счет 2-2. Я скажу, что по секрету, да, по секрету, скажу, что в этом бою будут настрелены, хотя, какой секрет, это, наверное, на превью нарисованном названии написано. Ну, короче, в этом бою какой-то будет дичайший фарм, я такого особо в рандоме не видел еще. Там 550 тысяч кредитов грязными дадут. Ну, там чистыми тоже космос, конечно. Такое мы видели, что... А, кстати, Тигр-2 уже погиб где-то у нас. Со взводной, видимо, он там стоял, может, его от борта поймали там, где он на Т-20... Ну, где-то Т-28 наш стоял, может быть, там он наполучал. Ну, в общем, Тигр умер ни за что, не знаю, ругал его Стэдлок или нет, но, мне кажется, можно было тут чуть подольше пожить, не так умирать. Может быть, его там откуда-то отстрелили издалека ПТ-шки какие-то, там Исуха 2, которая не светилась еще. Может быть, она. Я точно на это внимание не обратил. Собственно, давай дальше по бою, да, уже и так все рассказали. Бой складывается, ну, начинает складываться уже не очень хорошо, потому что центральную позицию никто не держит. Вот Стэдлок пытается, ну, мечется, не знает, что делать, потому что реально они могут и отсюда выходить, и центральную позицию никто не занимает. И вот сейчас хотел уехать, да, то есть в идеале сейчас уехать куда-то туда, на изначальную позицию, где стояли, потому что как раз-таки Ренегата можно убивать, там Исуху можно убивать. И вот нечего делать, дергаемся, дергаемся, а что делать? Этих не сильно отгоняют, ну, тут благо Исуха просто подставляется. Ну, Исуха, конечно, поехала не туда, с двух тычек спокойно ее добираем на халяву. То есть пока что просто стоим, но вот это до тех пор, пока Ренегат не заедет. Ну, теперь уже менее опасно, на самом деле, даже можно развернуться самим, поехать на Ренегата. Можно было развернуться самим, поехать на Ренегата до того, как Ис6 умер. А, ну там еще Индиан Панцер, да, понимаете, еще Индиан Панцер занял такую позицию неудобную. То есть приходится дальше где-то стоять здесь, арта стреляет, и вот они, наши охранники. Один уже погиб, у второго 100 хп. Да, наша Шкода осталась фуловой, но тем не менее, ну, практически фуловой, но тем не менее. Он, кстати, оставляет, получается, на Льве труп, специально ставит. Специально ставит такой труп, чтобы, когда выходили, там, Ис6 и Кэрнарвон, наш герой был в Саевее. Действительно, смотрите, как хорошо получается. То есть Ис6 не может на нас выйти, наносить урон нормально. Да, он, конечно, может пытаться командирку выцеливать, но мы ее прячем. Плюс трупы мешают, трупы и дома мешают немножко арте простреливать. Ну и здесь мы практически заряжены, теперь уже мы хотим на Ис6 выходить. Ренегата нет, даем одну, если что, это фулл голда. Фулл голда, естественно, когда играешь на максимальный результат, немножко не получилось пробить. 248 пробития не удалось. Там у Ис6 остается на две тычки, у Кэрнарвона примерно тоже на две тычки, но в теории там может что-то пойти не так, особенно если они вдвоем поедут. Но это же противники, они не скоординированные, ну, не во взводе, да, навряд ли они так скоординированно прям смогут вдвоем упороться, чтобы один принял две тычки и в это время второй там расстреливал. И то, это Шикода Т-56. Она одного убьет на подъезде и потом успевает еще дозарядиться до того, как ее убьют. Наконец-то получается из той позиции уехать, то есть дальше уже, ну, соло игра, по сути. Счет 6-8, 4000 по хп проигрываем. Что делать? Уже настрелили на 5700 урона, а у противников еще показывает 9000 хп. Конечно, понятно, что в круг отрисовки не попадал Бурасик и Скорпион. В теории у них может быть поменьше хп. Но, тем не менее, еще есть Кэрнер Вон, еще есть ПТшки эти, которые сюда фуловые будут приезжать. Тут Индиан Панцер какой-то вообще супер потный. То есть он приехал, занял жесткую позицию, еще в ней не потерял ни единого хп. То есть он там стоит фуловый. Вот как раз Скорпион G, да, он получил, но не очень много. И тут мы, наверное, только одну ему успеваем давать. И то не полетело. Не полетело. Но там, наверное, надо было пытаться скидать, пока он полностью в простреле был. Потому что там он еще может чуть-чуть поближе сюда подъехать, засейвиться, отсветиться и так далее. Удается дать Скорпиона. И здесь ИС-6 едет на Ренегата. Очень хочется поехать туда к нему. Очень хочется этого ИС-6 забрать. Но не забываем про Индиан Панцера. Не забываем про Индиан Панцера, который здесь фуловый стоит, контролит. И опять какой-то полупозиции. Какой-то не очень удобный. И здесь Индиан Панцер ошибается. Конечно, Индиан Панцеру нельзя со Шкодой сближаться. Да, он может там что-то попытаться поставить на каток. Да, он даст урон. Может быть, даже еще даст, пока КД будет у нашей Шкоды. Вот он голду зарядил. Но ему сложно выходить. Тут ПТ-шки, во-первых. Во-вторых, ну, что он сделает? Даст Шкоде 2, но потом он точно умирает. Поэтому со стороны Индиан Панцера это была большая ошибка сближаться. То есть он играл, играл аккуратно, играл очень хорошо. И тут, ой-ой-ой-ой-ой-ой. А тут в упоре Исуха светится, и она едет на нас. Индиан Панцер в этот тайминг мог с другой стороны что-то попытаться. Но там наш Т-28 прототип мешал. Мешал до того момента, как не умер. Да, и здесь непонятно, что теперь делать. Там СТРВ худавят. Индиан Панцер может выехать со спины. Вот Станлок как раз пытается его рентгенить. Исуха, не знаю, наверное, не понимает, что у нашего героя КД она могла... Да, она не пробила, не попала. Но могла приехать в упор, могла дать. И вот сейчас именно она это пытается делать. Но делает это очень неудачно. Пока она пытается это делать, мы уже практически зарядились. И просто убиваем ее в маску. То есть ей надо было раньше выезжать, заранее начать целить, сводиться и так далее. И Станлок, обратите внимание, сразу уходит на КД. Уже 8 тысяч урона настрелили на восьмом уровне. Сразу уходит на КД. Почему? Потому что Индиан Панцер на два выстрела. Здесь еще сейчас всякие Скорпионы G. Надо уезжать как-то. Я думаю, надо в центре города уезжать туда, ближе к СТРВ. Не думаю, что сейчас вот это оптимальная тактика. Но нет. Посмотрите, Скорпион подставляется. Скорпион ошибается. И снова КД. То есть дали одну тычку. Дали 220, ушли на КД 20-секундное. Дали еще 200 и снова на КД 20-секундное. Понятно, где Бурасик. Он даже после выстрела не светится. Возможно, он прям вот отсюда стреляет. То есть у Бурасика очень жесткая маскировка. Не светится. Да, и теперь надо как-то уехать в центр города. Может быть, там СТРВ еще поживет. Может быть, получится там Т-34-2 фуловый. На Каирнарвоне даже снаряд не хочется тратить. Почему? Потому что всего 4 снаряда осталось. Да, этот бой, скорее всего, уже никак не затащить. Слишком много ХП, СТРВ успела там напоследок что-то дать. Но понимаете, да? 4 ББшки и 2 фугаса. То есть мы можем убить там Т-34-2 с 2 выстрелов. А, Индиан Панцир на шот. Что-то я почему-то подумал, что Индиан Панцир на 2 шота. Не знаю. Шестой фраг. Снова КДшимся. 3 снаряда. Жалко, их нельзя все 3 вместе зарядить. Сейчас было бы хорошо дать 2 в Т-34-2. Каирнарвона добить. И там дальше уже с фугасами как-то попробовать СТРВХ. СТРВХ тоже, кстати, не фуловая. Если бы арта там еще какого-нибудь Бурасика, например, встретила, у которого 500 ХП. Это было бы замечательно. Но арта не встретила. И тут мог бы быть Колобанов. В теории мог бы быть. Но снарядов очень мало. Здесь еще СТРВХ встала на жесткую позицию. Солнок выехал не там, где нужно. И что в данной ситуации делать? Ну, попробовать рекордные цифры какие-то настрелять. Как это сделать? Надо дождаться, чтобы Т-34-2 у нас поролся. Как станок дергает просто, да? Вот прицелом. Это очень жестко. Он пытается все контролировать, все мониторить. Куда-то сюда поворачивать. Везде быть готовым. Но невозможно быть ко всем готовым, да? 5 противников. Одна из которых целит, смотрит сверху. Поэтому приезжаем в дворик. В этот злосчастный дворик. Сколько раз я здесь погибал. Сколько раз здесь зажимали противники со всех сторон. Но мы, по сути, должны в этом дворике дать максимум, который это возможно. Это убить Т-34-2. В идеале там не умереть от него, да? В идеале не получить даже от него. И может быть еще зарядить фугасами, там дать в какую-нибудь СТРВ, например. То есть, по сути, сейчас идет речь именно о том, сколько здесь максимум получится выдать. 8-900 уже, представляете? На восьмом уровне. Уже 8-900. И будет еще больше. Приезжает Корнарвон. Приходится добивать эти 80 хп. И он сразу уходит на КД. Сразу уходит на КД. А сюда приезжает Бурасик. Но Бурасику не так уж и просто нас пробить. Тем более он... А, нет. Он на голдовых снарядах. Просто изначально не отобразился. Наверное, в гусеницу куда-то попал. Нормально. Втанковали Бурасика. Да, на голдовых снарядах действительно. 7 фрагов. 9000 урона. Но такая ситуация дурацкая. Такая дурацкая ситуация. Здесь непонятно, что делать. Вообще, в этот проезд некоторые танки могут проехать. Прямо через вот эту насыпь. Но, наверное, не наша Шкода. Слишком широкая. Здесь Бурасик ошибается. Даем одну. И добираем. Остается два фугаса. Представляете, были бы снаряды еще. Какие бы шансы были. Т-34 на, по сути, барабан. С ТРВ-ха тоже. Может, даже там с одного выстрела прошло бы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Просто 9500. 8 фрагов. Это был один против пяти. И как не хватает снарядов? Нет, СТРВ-ха стоит дальше. Стоит в кусту. К сожалению, тут на нее выехать особо не получается. Да, мы помним, что она еще вот в этот выезд тоже давала. И как пробраться на базу? Непонятно. Непонятно, как пробираться. Можно попытаться здесь от угла просто дать пару блайндов в тот куст. То есть, да, вон там вот этот куст находится. И она по-любому засветит. По-любому. И, скорее всего, по-любому пробьет. 388 пробития. Надо пытаться как-то. Не знаю. Я, может быть, пытался бы из центрального. Да, да. Тут СТРВ-ха, конечно, слишком жестко встала. И при этом она даже стреляла, не светилась. Там еще какие-то деревья непонятные. Но бой просто, вау, по цифрам. Причем, ну вот, реально, охранники-то помогали только на самом начальном этапе. Только на самом начальном. А концовочку уже приходилось самому вывозить. Я очень хочу тоже с охраной покатать. Интересно, какие у меня показатели получатся. Пишите танк, на котором покатать с охраной. То есть тут мы сейчас посмотрим результаты боя. Тут не все танки подходят. Как написал Станлок, лучше всего какие-то использовать ДПМ-ные танки. Чтобы там, типа, твой совзводный танканул. И ты выезжаешь, наваливаешь по ДПМу. Либо барабан, либо что-то просто очень ДПМное. Желательно еще и танкующее. Само танкующее. Без своих союзников. Ладно, давай смотреть результаты боя. И по результатам у нас просто космически, космически 555 тысяч серебра. За бой в рандоме. Это не, ну, как бы, это не линия фронта. Это бой в рандоме. Медаль Редли Уолтерса, основной калибр, воин. Почти 1500 чистого опыта. Союзники, ну, совзводные, понятно, они должны умирать с нулями. Там, может быть, иногда они какие-то фраги должны забирать. Которые потенциально очень могут навредить, да, которые какие-то опасные. Вот, но, да, Индиан Панцер, кстати, посмотрите, настрелял 3500. Тоже какой-то Мерси. 3500 успел настрелять. По нему было видно, что как-то аккуратно играет потно. И вот только один раз он ошибся, когда сблизился, да, когда позволил по себе целый барабан раздать. Вот на этом скрине видно более подробно, да. Начисленный за бой 220 тысяч. Бонус за игру во взводе 23 тысячи. За достойное сопротивление еще 11 тысяч. Личные резервы 115 700. Боевые выплаты 69, это клановые, да. И реферальный бонус еще 50%. То есть он играл во взводе с рефералом, с тем, кто его пригласил. И, соответственно, еще 115 тысяч. Итого 555 тысяч серебра, из которых чистыми получилось 353 тысячи. Это очень охренеть как много. Я надеюсь, вам этот бой понравился. Как я сказал, пишите, что вы хотите, чтобы я покатал с охраной. Думаю, будет очень интересно. На этом все. Увидимся в видосах и стримах. Всего доброго. Покедова.